Сегодня очень много тех, кто уже вставлялся в музей, чьи картины знакомы жителям нашего города. Это Мударис Махеддинович Менгазов, это Агуник Жоржко-Натаманян, это Анатолий Александрович Лазарчук. То есть вот этих людей мы уже знаем. А сегодня мы познакомимся с теми, кто вот предоставил сегодня нам картину для этой выставки. Это Альберт Хазинурич Шиабиев, это Габдахманов Абузар Рауфович, это Фадхулин Ильгиз Рахимьянович, это Кисамов Айдар Нурмхаметович, это Тимириев Рашид Сунгатович, это Зарипов Федорис Минсагитович, Ибрагимов Камиль Набиахмедович, Тимофеев Виктор Екенович. Может быть, как забыла. Итак, художники выехали в путь в поисках новых ощущений. Для художника это всегда очень и очень важно. И в течение нескольких дней они работали в красивейших местах Ютазинского района и его окрестностях. «Впечатления творящего художника должны быть животворными, и лишь такие впечатления возбуждают зрителя», сказал французский художник Альфред Сислей. Все картины по-своему уникальны. Они потому что написаны с живой натуры. Каждая картина живет, каждая картина дышит, трепет листвы, шуршание травы. И все это мы ощущаем в каждой картине. Не так часто художникам удается собраться вместе. Это замечательная возможность обменяться опытом. Это творческий поиск. Ну а сегодня мне бы хотелось, чтобы первым сказал несколько слов заместитель председателя Союза художников Республики Татарстан Альбер Казинурович Чиабиев. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. А я в первую очередь хочу поблагодарить администрацию Бавлинского района, Краеведческий музей, работников Краеведческого музея, за замечательные условия, которые были предоставлены художникам в прошлом году. Пленэр прошел просто на высочайшем уровне. И сейчас продолжение вот этого проекта пленэрного, проекта пленэров симпозиумов Союза художников Татарстана продолжается здесь, в стенах замечательного музея. Работы, представленные здесь, написаны таким образом, что они охватили целый, наверное, месяц. И включили в себя работы, этюды примерно, значит, с августа по конец сентября. Это очень видно по самим работам. Здесь и натура зеленая, зеленка, как мы говорим. Здесь и уже такие, знаете, цвета медные. А сейчас мы ехали сюда, мы смотрим, уже осень золотая. То есть вот это изменение запечатлено на работах. Я еще раз повторяю, что это этюды, но есть и законченные работы. Некоторые, картина прямо без рам, то есть даже большинство без рам, потому что они только-только, мы их сюда когда привезли, они еще были сырые. И вот это вот мгновение, как раз было ухвачено, их даже потрогано работниками и руководством музея. Большое спасибо художникам. Большое спасибо Ютазинскому району. Большое спасибо главе Ютазинского района, Нурию, Руслан Минхадовичу. За то, что он оказался, что мы в одном институте учились. К тому же это настолько трогательно. Причем в одно и то же время. И он предоставил возможность проживания в очень красивом месте. Все это видно в работах художников. И он предоставил возможность творить. Не просто вот место, где живите и все, а вот это возможность, вот это решение каких-то вопросов, который, собственно, так же все проводился здесь. Здесь, еще раз я перейду на прошлый год, так же все было замечательно сделано. Почему я складываю в прошлогоднем и сегодняшнем, это все одно дело. Одно большое дело. И художники это очень знают. Это очень трудное дело организовать, выделить средства. В том числе. вот это все равно. И вот поэтому, я надеюсь,